О, я знаю, какая у меня яркая история. Когда идешь по всяким паркам и так далее, там дети прыгают на этих батутах. Я тоже хочу прыгать на батуте, но я взрослый, меня не пускают прыгать на батуте. А у моей бабушки, с которой мы жили раньше, у нее была эта замечательная панцирная кровать. Это был самый первый батут в моем детстве. Реально, короче, чуть ли не потолок цепляешь. И родители на нас ругаются, типа, что вы делаете? Бабушка говорит, хай прыгают, хай прыгают. А еще у меня была замечательная история. Мой покойный дед как-то пошел меня выгуливать, а у меня был трехколесный велосипед зубренок. Очень опасная для детства штука, потому что кроме того, что на нем можно было кататься вот так вот, можно еще было становиться сзади и толкаться на самокате. Многие люди этим занимались. А еще можно было твои всякие экстримы. И знаете, такие советские горки старые, вот эти металлические такие. Вот. И я вот реально, я запер туда этот велосипед и уже приготовился съехать, короче. Но я это вовремя заметил, наполял мне люлей и снял меня с горки. Вот. Вот. Потому что, наверное, я, ну, наверное, я бы очень травмировался, если бы твою вот эту херню. Ну, мне так кажется. Ну, как-то вот так вот. Ну, вот, получается, в таком случае дед меня спас. Нет, до этого я оттуда машинки всякие скатывал, а потом подумал, а что бы на велик поднеси ехать? Ну, как бы, ну, все же нормально. Я вот уже запер, поставил и такой уже приготовился. Вот. А он там бежал ко мне, орал, короче, и кричал, не смей этого делать. Снял меня с горки, надал мне по заднице. Вот. Вот так во мне тягу, как стримы, убивали экспериментом.